Дороу, я тут собственно столкнулся с проблемой внезапной Да меня заминировали, ёпты Сравнивая смартфоны по цене, нужно смотреть на официальные ценники в магазинах или на Алиэкспресс А? 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 Официально в России Mi 9T начинается от 24 тысяч рублей И в принципе это тот самый момент, когда смартфон топ за свои деньги Ну во-первых, внешний вид Тут полноразмерный, почти 6,4 дюйма дисплей Без извращений, но почти с 4-х миллиметровым подбородком Матрица AMOLED, качество отличное, с насыщенными цветами Количество пикселей, 403 точки на дюйм Яркость до 430 нит Понятное дело ниже, чем у флагманов Samsung Но для работы пойдет Также поддерживается HDR10 Еще есть режим Always On Display В настройках называется автоматическое включение экрана Логично? Я считаю, что нет Сканер отпечатка пальцев здесь под экраном Работает хорошо В ролике про Realme XT было много комментариев, чтобы я сравнил Его сканер отпечатка пальцев с Mi 9T Поскольку они в одной ценовой категории И тут Realme немножко быстрее, прям капельку Но это чувствуется в повседневной эксплуатации Потому что Realme как раз таки укладывается в тот небольшой промежуток времени Который я готов отвести на разблокировку И мне им пользоваться намного было комфортнее Не скажу, что Mi 9T прям плохо в этом плане Но все равно Realme мне понравилось пользу... Ааа... Что лишний раз подчеркивает премиальность Да, знаете, я тоже своего рода миллионер Сверху микрофон, разъем для наушников и выезжающая фронталка Справа качелька громкости и кнопка питания Снизу USB Type-C Микрофон, динамик и слот для двух наносим-карт А в комплекте кладут качественный пластиковый матовый чехол Что удивляет, потому что обычно кладут дешевый... Ой, не тот смартфон Дешевый силиконовый чехол, которым не только неприятно Но иногда и неудобно пользоваться А тут все отлично Вы только посмотрите А снизу сим-карта Очень удобно доставать Вам, скорее всего, это нафиг не нужно А мне... Мое почтение Динамик тут не фонтан Хотелось бы уже стерео А вот звук через 3,5-мм разъем, говорят, просто сказка Лично меня радует, что здесь Bluetooth 5-й версии Основная камера имеет три модуля Основной сенсор 26 мм на 48 мегапикселей Со светосилой 1,8 Другие два глазка уже похуже Широкоугольный на 13 мегапикселей Со светосилой 2,4 И углом обзора в 124 градуса Телеобъектив на 8 мегапикселей Все с той же диафрагмой 2,4 Он отвечает за двойной оптический зум По умолчанию фото делаются в разрешении 12 мегапикселей Но если хотите 48, выбирайте отдельный режим в карусели Карусель, карусель, начинаем рассказ Ты чё, больной, что ли? В дневное время можно получить неплохие снимки с искусственным интеллектом и HDR А вот при плохом освещении фото получаются мыльные Не спасая даже ночной режим В портретном режиме можно получить неплохие фото, но бывают и плохие фото Оптической стабилизации нет, хотя электронные в принципе очень достойны Максимально допустимая запись 4К с 30 кадрами в секунду Для любителей снимать слоу-мо добавили запись 960 кадров в секунду при разрешении Full HD Еще одно сравнение камер Mi 9T и Realme У Mi 9T, кстати, есть преимущество перед Realme Он умеет снимать на ширик видео Realme, к сожалению, нет К моему глубочайшему О фронтальной камере Минутку Хочется поговорить отдельно Ее спрятали в выезжающий элемент При появлении она еще и мигает А также издает некие звуки Заходим в настройки Расширенные настройки Эффект фронтальной камеры И вот они Секунду Это его музыка Это она звучит в аду Разрешение фронтальной камеры 20 мегапикселей Диафрагма 2.2 Селфи довольно-таки неплохие Но для 20 мегапикселей могло бы быть и получше И никакие улучшения лиц тут не помогут У механизма есть защита от падения Если уронили смартфон, то пока он летит на пол Камера прячется в другой комнате Он вообще, мне кажется, даже не думал, что он в полет пошел Короче, в этом смартфоне эта фишка, мне кажется, недоработана Надо вот подкрутить, время уменьшить И может быть тогда да Механизм выдерживает до 300 тысяч открываний Так же, как и Oppo Find X Так же, как и OnePlus Так же, как и все камеры почему-то выдерживают Ровно до 300 тысяч открываний И, кстати, бро, оригиналы всех фото и видео будут доступны по ссылке в описании Что касаемо характеристик, то тут Snapdragon 730. Выполнен по 8-нанометровому техпроцессору. Максимальная частота 2,2 ГГц. Графический чип Andreno 618. Троттлинг есть, но небольшой. Такой же, как и у других смартфонов в этом же классе. На данном процессоре вышло пока немного смартфонов, но чтобы ты понимал уровень, Samsung Galaxy A80, тот самый с поворотным механизмом камеры, тоже на этом процессоре. Но стоит при этом 40 тысяч рублей. Он же и в новом Oppo Reno Duster 2. Да что ты, черт побери, такое несешь. Оперативной памяти 6 ГБ, встроенной 128 или 256. Игры идут на высоких настройках, система в целом работает шустро. Но подтормаживания случаются. Тут, скорее всего, стоит винить разработчиков, которые поленились поработать с софтом и оптимизацией. MIUI в целом мне... Иногда такие глюки, что, блин, типа... Почему? Камон. То, что процессор выполнен по 8-нанометровому техпроцессу, означает также и, что он более энергоемкий. Энергоэффективный. Пошутил. Пошутил. А сюда плюсом поставили еще достаточно объемную батарею на 4000 мАч. По словам Xiaomi, этого хватит на 9 часов игр, 18 часов видео или 152 часа музыки. Надеюсь, они тесты проводили не как я год назад. Велый мордин на курорте. В комплекте с Mi 9T идет 18-ваттный блок питания. Для зарядки с нуля до сотни необходимое полтора часа. Автономность радует. На день с небольшим мне всегда хватало. Не знаю, может быть, в MIUI 11 что-то сделали, но общая работа смартфона... Прям... Лялечка. Очень быстро, очень шустро. И энергоемкий. 4 гига, 4 ядра. Игровая видеокарта. Короче, я остался доволен. Отдельно хочу сказать про поддержку LTE-бендов. Это для любителей покупки из Китая. Те же самые K20 Pro. Он дешевле, бла-бла-бла. K20 Pro не поддерживает B2, B4, B20 и B28. Обратите на это внимание, потому что есть риск получения проблем со связью. Лично мне это не надо. Думаю, как и вам. Поэтому я не люблю из Китая что-нибудь заказывать. Бро, если ролик понравился, ставь лайк, подписывайся на канал и... Удай в колокол! Пока. Субтитры сделал DimaTorzok